Северная ёлка с крымскими игрушками. Воспитанники Наринмарского детского дома получили подарок с юга России. Новогодние сувениры им вручили в рамках Дня открытых дверей. В свою очередь для гостей, пришедших на праздник, дети продемонстрировали свои таланты. В красочном новогоднем представлении кто-то спел, кто-то станцевал, кто-то сыграл на музыкальных инструментах. Даже самые маленькие члены этой большой семьи сегодня на сцене. Воспитанники детского дома готовили новогоднее представление почти месяц. Все в этой сказке по-доброму. Даже баба-яга вызывает только положительные эмоции. Среди гостей потенциальные родители и много прессы. И кажется, эти детишки уже настолько привыкли к камерам, что нисколько их не боятся. В актовом зале загорается еще одна маленькая звездочка. Пятилетняя Настя мечтает петь на большой сцене. Самый главный гость праздника, конечно же, Дед Мороз. Он внимательно смотрит за выступлением и сразу после выполняет свою главную миссию – раздает детям подарки. В качестве своеобразного Деда Мороза сегодня и заместитель секретаря партии «Единая Россия» Олег Белак. Но подарки для ребят у него совсем необычные. Мы решили, что такие подарки, необычные, вот они сделаны такими же детками, как вы, из республики Крым. Вот елочная игрушка, видите, написано «Севастополь, Крым». Это, я думаю, что займет, досколько место на вашей красивой елке. И вот это тот якорь, который также символизирует то, что Крым и город Севастополь – это один из самых, наверное, и почитаемых российских портов. Эти игрушки ручной работы были направлены в Ненецкий округ в рамках конкурса «Севастопольская новогодняя игрушка на каждой елке региона России». В нем приняли участие школы, детские сады и библиотеки. На каждой игрушке – символика города-героя Севастополя. Сегодня, собственно говоря, мы от лица общественной приемной партии «Единая Россия» хотим вручить этот подарок детям нашего детского дома, чтобы они, во-первых, знали об этом событии, во-вторых, я думаю, что это уже будет в одном году символично, и они смогут, я надеюсь, в следующем году, возможно, даже посетить этот Крым как благодатный край. На этот конкурс поступило более 600 работ. Ну а шарик, триколор и якорь теперь будут украшать елку в детском доме. Кстати, наши ребята пообещали смастерить новогодние украшения, чтобы на будущий год подарить их детям, проживающим в Крыму. Алина Волчейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север.